В нашей стране наряду с лошадьми специализированных пород, в том числе и спортивных пород, разводятся и лошади более универсальные, которые пригодны для работы и под седлом, и в упряжи, и под вьюком, и могут выполнять самые разнообразные функции. В числе этих пород две замечательные породы лошадей Северного Кавказа, Кабардинская и Карачаевская. Вот перед нами представитель карачаевской породы лошадей, жеребец Лимб. Эти лошади не слишком крупные, как правило, немногим выше 150 сантиметров, несколько растянутого формата. Лошади обладают исключительной крепостью Конституции. Достаточно сказать, что кобылы этой породы доживают до 20-25 лет, и, как правило, дают выход жеребят на уровне 95-98%. То есть в сложных табунных условиях содержания, практически почти без помещений, без подкормки, лошади проявляют очень высокую плодовитость, выносливость, крепость Конституции. Почти не болеют. И что особенно интересно, и что особенно ценно у лошадей этой породы, это прекрасные мягкие движения. Вот всадник, который едет на карачаевской лошади, хорошо выезженной, как говорится, почти не чувствует под собой движения этой лошади. Вместе с тем, эти лошади способны идти шагом со скоростью 10-12 км в час. То есть примерно в два раза превышающей скорость движения обычной лошади. Вот это особенно ценно для лошадей, для туризма, для проката, для прогулок. Поэтому эти лошади не случайно раньше, например, чаще всего привлекались для комплектования царских конюшен, царской охоты. Там, где действительно нужна была и выносливость, и мягкие движения. И, самое главное, смелость. Действительно, эти лошади могут уйти куда угодно. Вот покажи ей ответственную скалу, направь, и будет карабкаться, пока, так сказать, не залезет. Мне приходилось не раз на этих лошадях проезжать по таким местам, где, как говорится, своими ногами вряд ли бы решился пройти. А вот на этих лошадях смело едешь и чувствуешь, что действительно лошадь не подведет, вывезет. И лошади характеризуются, как я уже сказал, очень хорошим здоровьем, крепостью Конституции. Обычно имеют темную масть. Вороны, караковые, темно-гнедые. Разводятся в основном табунным способом. Лучшее хозяйство по разведению этих лошадей – это Карачаевский конный завод в Карачаево-Черкесии. Как раз где вот и родился этот представитель породы лимб. Сейчас мы его готовим на дистанционный пробег, который рассчитываем, что будет в конце лета. Ну и думаем, что он должен подтвердить репутацию выносливой породы лошадей.